Валерий Михайлович, добрый вечер. Здравствуйте, Сергей. Ну что, событий много в российском футболе, ну и в чемпионате мира. Высказался Александр Кокорин, причем высказался, сравнивая Спартак и Зенит. Он сказал о том, что в Питере легионеры всегда на порядок сильнее, тренеры качественнее, только Зенит по всем показателям приближен к Европе. Там прекрасные болельщики, там постоянно интересные тренеры, там всегда забит стадион, атмосфера, там все ждут матча, там нет минусов. Вот такие, и не нашел минусов, это цитирует Кокорин на чемпионат. Что вы скажете? Ну я прислушиваюсь к его мнению, безусловно, потому что человек в данном случае, он знает о чем говорит. Он играл в разных командах российских, он хорошо знает, что есть что. Он просто говорит о Зените с пониманием того, что он видел сам. Ну действительно это так. Зенит глубоко залезает себе в карманы и оттуда достает пачки денег и покупает самых дорогих футболистов, которые у нас только были. Да, у нас были некоторые футболисты и в Спартаке, и в ЦСКА. Да. Появлялись футболисты, да? Но, так сказать, настолько, как это делают обдуманно, как это делают глубоко в карманы залезая в Питере, такого не делает никто. Ну вот сейчас сказал Дмитрий Оленичев в интервью, я у него спросил, я говорю, слушайте, а что, при каких обстоятельствах Спартак будет играть, станет чемпионом? Он говорит, не при каких, только если легионеры Зенита уедут и не вернутся, вот тогда у Спартака появится шанс, а так у нас на чемпионство один претендент. Я согласен с Оленичевым абсолютно, другое дело, Оленичев не развивает эту мысль. Давайте вы разовете. Она проста, Сергей. Дело в том, чтобы в противовес Оленичеву что-то сказать, нужно сказать, что в Зените очень хорошие наши российские футболисты, очень хорошие. Но они так мало играют и так много сидят на скамейке запасных, и если бы, скажем, Артем Дзюба не уехал бы, он так же сидел бы на скамейке. Понимаете? Поэтому для того, чтобы классно играть, быстро играть, надо все время играть в основном составе. Оленичев это прекрасно знает. Прекрасно знает, понимаете? Да дело в том, что вся проблема Зенита в этом и заключается. Что все бразильцы, плюс еще там, кто там, колумбиец, там еще кое-кто, да? Да. Они все играют в основном составе. А наши пять футболистов, которые являются центром нашей сборной, основой нашей сборной. Сидят на лавке, да. Они сидят на лавочке. Да. Там даже такой футболист, как мостовой, как бы, можно сказать, он основной. Какой он основной есть? Ну, половина времени, чуть больше половины времени он играет за основной состав. Поэтому, когда люди сидят на скамейке, а на стадионе в Санкт-Петербурге тепло. Да. Понимаете? Тепло. Сидишь, удобно, тепло. Вот. И теряешь, начинаешь терять. И когда холодно, ты хоть бегаешь все время вокруг стадиона, чтобы не замерзнуть. Да. Понимаете? А тут еще сидишь вдобавок. Все 90 минут, Сергей. Да. Ну, какой там, к черту, футбол? Это главная проблема Зенита. Над ним начинают просто все подсмеиваться, потому что Зенит теряет лицо в плане лица российского. Приобретается латиноамериканское лицо. Плохо ли это вам? Я говорил, с одной стороны, можно над этим смеяться, а с другой стороны, в лице Зенита у нас появилась лакмусовая бумажка, с помощью которой мы можем сопоставлять уровень российского футбола с уровнем европейского, коль скоро нас туда не пускают. Точнее, латиноамериканского футбола. Вот и все. Вот за это им надо сказать спасибо, а не уссываться над ними все время. Понимаете? Они дают нам возможность, в том числе и московскому Спартаку, каждый раз сравнивать, что из себя представляет. Вот и все. Спасибо им за это. А вот то, что они хоронят наших футболистов российских на скамейках, мы, так сказать, выставляем счеты. Говорим, ребята, вы херите нашу сборную. Хорошо, что нас на чемпионате мира нет. Да. Понимаете? Хорошо, что нас нет на чемпионате Европы. А так, вообще-то, вы потеряли всю нашу молодежь, которую вы набрали российскую, а потом взяли и обкакали. От Чистякова там, я не знаю, и всех остальных. Они скоро все будут похожи на Чистякова, который теряется на футбольном поле, потому что так редко выходит. Понимаете? А такие, как Орлов, над ним издевается. Ну, что, так можно прийти к адиотической ситуации. Но тренер приводит это, хочет он или не хочет. Но он приводит, он нормально, ему поставили задачу. Тренер поставил задачу, да. Быть чемпионами. Нужна вторая здоровенная звезда. Все, он делает это дело, вот и все. Да, он эту задачу выполняет, что сказать. Да, поэтому, что здесь. Владимир Ильич, ну еще одна тема. Зарема Салиха, РБ Спорт высказалась, сказала, что... Сказала о причинах ухода из Леонида Федуна и Спартака. Если бы у меня была надежда, что российские клубы вернут Еврокубки в недалеком будущем, то мы вряд ли бы ушли из Спартака. Еврокубки единственный существенный доход для клубов, особенно после введения фан-айди. Что вы об этом думаете? Ну, вы знаете, во-первых, спасибо Зареме Салихову, что она совсем не пропала. Да. И что время от времени мы слышим ее. И ошибки ее опять муссируются в прессе. Логические ошибки. Она вот выражает мысль и таким двойственным путем. Мы бы скорее всего не ушли. Да ушли бы вы, дорогая вы моя. Ваш мужик, ваш мужик, хочет спрятать свои деньги. Каким-то образом хоть что-то получить. Иначе можно совсем потерять все. Вот он что предпринял. Поскорее продать и заняться своим местом. А вы пытаетесь его выпутать из этой ситуации и сказать, мы бы не ушли, если бы в Европе. Ну, она бы еще сказала, вообще, если бы войны не было, да, если бы СВО не было, да, ведь это другими словами-то звучит именно так. Если бы СВО не было, мы бы ни за что не продали Спартак. Ну, тогда обратитесь к Владимиру Владимировичу Путину и напрямую скажите. Если бы не вы, Владимир Владимирович, да, то мы бы вообще из Спартака не ушли, мы бы как были, а вот нам пришлось продать, вот из-за этого, вот вы виноваты, получается, в этом. Очень непатриотично звучит ее выражение в сегодняшнем дне. За эти слова надо отвечать. Ну, в данном случае я просто корректирую ее слова и говорю, что не об этом они думают, а о своих деньгах. Хотя денег так много, что до конца жизни хватит всем. Всем и даже правнукам ее, которые появятся после того, как внуки появятся, и правнукам будет ее. Поэтому говорить о том, что вот надо, 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 вот как Тиньков говорит, у него было 9 миллиардов, да, осталось 200 миллионов. Он говорит, ну, нам с женой эти 200 миллионов ввода конца, здоровье было бы. Вот куда они все время это вот прут и объясняют, что нет, вот если бы вот вся проблема, вот если бы они играли в кубках, вот они бы что-то получили. В каких кубках, хочется сказать, ешь вашу мать, а, в каких, про какие кубки вы говорите, про Спартаковские, где, в Лиге Европы? Ну, там же копейки получают, ну, получили бы пару миллионов, хорошо заработали. Но ведь у вас затраты гораздо больше, чем пару миллионов, так ведь, Сергей? Да, затраты серьезные, Владимир. Поэтому если бы нет, если бы они в Лиге Чемпионов играли и выходили бы из группы, но в Лиге Чемпионов занято место. Место занято бразильскими футболистами, о чем мы только что говорили. Поэтому ее слова, они как-то не бьются с порядком. Если вы сказали, знаете, Владимир Николаевич, вы поймите, это просто зенит мешает. Если бы зенита не было, а Спартак был бы чемпионом, ну что-то сейчас Спартак в Лиге Чемпионов, знаете, что бы показал? Ну, Барселона бы пряталась с ПСЖ, просто пряталась, не желая попасть в одну группу с нами, потому что мы такие сильные. Ну, какой вы такие сильные? Вам повезло, очень здорово повезло, спасибо московскому Спартаку, что они очень прилично сыграли в Лиге Европы и впервые за долгие-долгие годы из группы на первом месте вышли. Ну, как вышли, это невероятно, но вышли, феерически вышли, и поляков убрали, которые не смогли забить пенальти на последней секунде матча, ну просто не могли забить. И Наполе два раза обыграли. И Наполе два раза обыграли, это феноменальный результат. Ну, это же, это, я еще раз говорю, скорее всего, скорее всего, это бог, Сережа, бог футбольный, который сказал, вот давайте все-таки Спартаку поможем. Вы понимаете, как в воду глядел? Так. Знал, в каком смысле? Я имею в виду, знал, что наш футбол отключит от европейского, и не дали возможность Спартаку ударить лицо в грязь, понимаете? Потому что, скорее всего, Спартак бы ударил лицом в грязь. Почему вы так уверены в этом? Ну, Сережа, фарт ведь, поймите, фарт ведь достойного ищет. Ну, раз повезло, два повезло, три повезло, обязательно не повезет, потому что Спартак демонстрировал не самый лучший футбол. Ну, это, они это доказывали на чемпионате России. Пусть на меня не ворчат болельщики московского Спартака, я совершенно не хочу ничем мазать Спартак. Просто Спартаку везло, и нам это нравилось, что Спартаку везло, правильно? Вот согласитесь со мной, в чемпионате России мы видели, что из себя представляет Спартак. На 10-м там он шел, или на 12-м? Вы мне подскажите, я не точно помню. Не очень хорошо шел, да, Владимир Миколаевич. Ну, вот поэтому о чем говорить? О чем говорить? Просто Спартаку повезло, еще раз повторяю, пусть ваши болельщики Спартака запомнят. Вот то, что нас выкинули, Спартаку повезло, что Спартак ударить лицом в грязь не сумел. Да. Понимаете, он чистым вышел, чистым, был чистым, лучшим в группе. С англичанами играли, с итальянцами играли, и с поляками. Ну, просто одни враги, одни враги, и вышли, чистыми вышли. Да. А так бы проиграли какой-нибудь заштатной команде, и все. Да. Ну, если верить Зареме Салиховой, она умеет считать чужие деньги, она своего мужа в кармане. Она бы сказала, что нет какой-то, мы дальше прошли, мы бы до финала. Если ее слушать, так она насвистит столько, что... Владимир Николаевич, ну вернемся к чемпионату мира. То есть, вот смотрите, началось все, какие-то разговоры ЛГБТ, как бы еще, еще, еще что-то. А закончилось, ну, заканчивается, говорим только о футболе. То есть, нет разговоров о пиве, еще что-то. Что у вас, какие впечатления? То есть, всегда же мы гораздо сравнивать с российским чемпионатом мира. Как вам в сравнении это все? Ну, во-первых, российский чемпионат мира был другим. Сережа, ну, в каком смысле другим? Ну, это был феерия, это был праздник, это настроение. Да. Понимаете, это огромное количество иностранцев приехало. Могло бы приехать еще больше, если бы не позиции Европы и Соединенных Штатов Америки. Вот, и потеря двух лучших команд Голландии и Италии. Итальянцев там не было. И, тем не менее, это великолепные стадионы, это праздничный народ, это гостеприимный народ, это хорошая погода. Да. Не жарко и не холодно. Ну, все было сделано для того, чтобы люди получали удовольствие. И это было так. И это был лучший чемпионат мира в истории. Да. А вот арабы попробовали провести чемпионат зимой. Да. Зимой. Можно деваться некуда было. Мы думали, что мы думали. Мы думали, будет хуже. А получилось неплохо. Я бы сказал так. И получается неплохо. Задиристый футбол получился. Неожиданный футбол появился. И вылезают, как мы с вами подвели итоги, две великолепных команды. Пока. Да. На сегодняшний день мы видим, что Бразилия и Франция доказывают, что это две лучшие футбольные державы на сегодняшний день. Да. Потому что все так переплелось. И чемпионат Европы нас всех удивил, когда повылетали все лучшие команды. И вылезла Италия, которая потом не прошла на чемпионат мира. Да. Поэтому здесь очень сложно все. А вот этот чемпионат, он как будто правильный чемпионат. Он показывает, что азиатский футбол жив. И приобретает все больше и больше симпатии мировые. Арабский футбол жив. Он поднимается все громче и громче, а о себе заявляет. Что к нему надо относиться уважительно. Что европейцы, что европейцы, что нас с вами раздражает. Это самоуверенность европейского футбола. Который все время указывает всем. Понимаете? Что учитесь у нас, мы лучшие. То есть, у нас есть общее мнение среди наших спортивных журналистов и экспертов, что это так оно и есть. За счет чего, правда, вы сами мне сейчас сказали, любая команда, лучшая европейская команда, на две трети укомплектована либо латиноамериканскими, либо африканскими футболистами. Плюс еще азиаты там. Да. Поэтому, что там остается-то от европейского футбола, если оттуда убрать иностранцев. Так. Поэтому, ну, не будем лгать. Не будем лгать. Чемпионат в Катаре, он обнажил эти проблемы. Он показывает, я же говорю, это очень неприятно нашим экспертам, потому что мнение наших экспертов подмочено. Да. Очень сильно подмочено мнение наших экспертов. Они говорили, обещали одно, а мы видим другое. Значит, это не экспертное мнение, это мнение приблудных людей. Владимир Николаевич, я вернусь к России. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о возможной практике, комментируя с судьями своих решений после матча и речи о топ-РПЛ. Мне неизвестно о такой практике в топ-чемпионатах. Мое личное мнение, судья не шоумен. Ожидать от судей каких-то комментариев и подробных разъяснений сразу после окончания матча я бы не стал. А получать сухие комментарии в духе «матч был сложный, я старался, надо посмотреть, что скажет ТСК», посмотреть повторы, и вы на второй раз к нему уже не подойдете. В любом случае, РФС не место, РПЛ не место для опытов, это премиальный продукт, а для экспериментов у нас здесь большое количество турниров в межсезонье. Что вы думаете об этом? Надо ли судьям, вот должны ли мы от судей требовать, чтобы они сразу после матча давали в смешанной зоне комментарии? Не должны. Почему? Я присоединяюсь, потому что судья, получается, часто, часто получается, что судья ответственен за очень многое. Так. И пытать судью, почему он сделал так-то или так-то. Сергей, нам не дано предугадать. И судья в состоянии шока определенного, футбольного, может сказать не то, что он хотел, а под каким-то нажимом трибуны экспертов, спортивных журналистов с хлесткими языками острыми, понимаете, часто ставит их в довольно сложное положение. Не забывайте, что судья, он не на бровке стоит, он бегает все время, у него тоже достаточно большие нагрузки физические за него. Поэтому, ну, он может сказать что-то не то, потом ему будет стыдно. Или он скажет глупость какую-то, и потом будет говорить, ну, как же я сказал-то, как же я такое сказал. Владимир, конечно, но объективности ради, там я бы с вами поспорил. Другое дело, Сергей, другое дело. Я с вами согласен, что футбол это шоу, а шоу должно, шоу must go on. Понимаете, и англичане, законодатели МОД, они делают вплоть до раздевалок, вплоть до раздевалок. Надо брать интервью постоянно у всех, показывать кто что сказал, кто что выкрикнул, кто случайно чего-то показал, кто нагнулся жопу свою, оголил, понимаете, это все. К футболу это, правда, не имеет никакого отношения, но это шоу. А шоу, оно должно быть шоу. И хотят это сделать, я прекрасно это понимаю. Но меня все больше тянет к нашему советскому прошлому. Когда, если вы помните, гол забивали друг другу, руки пожимали. Помните? Нет, не помню, Владимир Николаевич. Да что, Сережа, ну посмотрите хотя бы матч нашей сборной со сборной Франции, где мы выиграли, понимаете? В каком году, Владимир Николаевич? В 68-м, что ли, да, где Стрельцов, Бышевиц забил гол, Стрельцов забил гол. Где великолепно играли футболисты, такие как Воронин. У нас есть запись этого всего матча, я часто его пересматриваю. Вот это удивительно, это удивительно, Сергей, на это надо обратить внимание. Забили кому? Французам, на французском Пак-де-Пренс. Понимаете, что делают? Ну никто ни на кого не прыгает, никто никого не целует. Максимум выражения эмоций это рукопожатие. Рукопожатие, такое холодное мужское рукопожатие. Все, Сереж, все. Понимаете? Тогда ЛГБТ-сообщества не было никакого, и никто толком и не знал, что она может появиться. Вот это вот забили гол, великолепный гол, красавец гол, забивает Бышевиц, к примеру, или что-то. Что делают? Он вскакивает, поднимает руки вверх, и к нему подходят, и все протягивают руки, и он со всеми, вот так вот, как на партийном собрании, пожал и разошлись. Не только он, нет, если вы подумаете, что французы как-то по-другому, нет, французы так же себя вели, все так же себя вели. Это в 80-х годах уже начали прыгать друг на друга, сидеть, тот, кто забивает на нем, сразу виснут человек пять. Это уже гора целая. Сейчас этого нет, Сергей. Сейчас уже перешли, уже вообще, и морды и строят, и танцы, я говорю, га пока, вот, танцуют, меняется, меняется все это дело, в засос целуются и тому подобное, и передают приветы, и майки снимают, ну, все это поощряется, поощряется и поощряется для того, чтобы лишние голоса, внимание привлечь, что-то привлечь, что-то, деньги отбить. Сложный процесс, сложный процесс, телевидение идет вперед, да, появились телефоны, на которые можно записать, все это тут же передать, все это показать, поэтому, ну, понятно, Сергей, это происходит вопреки нашему мнению, просто это происходит, вот и все. А раньше все было гораздо проще, я говорю, все было гораздо, и футбол был достаточно скромнее, и тогда, наверное, никто не поднимал вопрос, что футбол стал не спортом, а каким-то общественным явлением. Тогда спорт в чемпионате мира принимали 16 команд, и в чемпионате Европы разыгрывали 8 команд всего, и было-то всего, всего каких-то 40 лет назад, все было по-другому, чемпионат Европы, 8 команд, чемпионат мира 16, и все было нормально, и мы там все время фигурировали, все время, Сереж, сейчас 32, мне интересно, а когда 48 мы попадем, Сереж, вы в Америку поедем или где-то, как вы считаете, Сергей, как вы считаете, попадем мы, а? Думаю, да, будем жить надеждой, Владимир Николаевич, неужели мы сейчас скажем, что нет, мы никуда не попадем, Владимир Николаевич, да? Конечно, надо попасть, Сергей, а для чего расширяют, чтобы мы попали? Нет, а для чего, Сергей, для нас, итальянцы и так должны попадать. Ну, что-то у последних чемпионатов мира не особенно. Да, но в Европе хотя бы, мы, так сказать, Европа, все же расширяются, все расширяются, надо так сделать, чтобы попадали все, да, более-менее достойные, более-менее, да, я согласен, что Фарерские острова могут и погодить, могут и погодить, а вот другие, другие должны попадать. Ну, вы помните Соединенные Штаты Америки, почему не попали на чемпионат мира к нам? Они, по-моему, у Тринидада и Табага проиграли. По-моему, так, Сереж, там надо было обязательно выиграть или в ничью, понимаете, а им на последней минуте забили. Не помните, Сергей, и они по дури не попали, они обязаны были приехать к нам, но Тринидада и Табага отобрал у них очки и не попали. Такое бывает. Бывает, спасибо большое. Пожалуйста. Субтитры сделал DimaTorzok